За полторы недели до начала учебного года учителя из Прудового постигают малярную науку. Краски подарил местный фермер. Другой помощи от меценатов здесь пока не дождались. Но за глаза получили обвинение, что пошли по миру. Обидно, конечно, обидно, потому что хотели как лучше. Надеялись на то, что сейчас кинем клич, найдутся спонсоры, делают достойный нам ремонт. Много вот это не просили. Прудовская школа прогремела на всю область. После того, как учителя написали открытое письмо к депутатам губернской думы с просьбой выделить спонсорскую помощь. Цитата. Как единственную возможность улучшить напряженную ситуацию с содержанием помещения, в сумме которой сочтете для себя допустимый. Конец цитаты. Кроме того, деревенские педагоги пожаловались, что из-за холода приходится сокращать уроки или отменять их вовсе. В ответ получили запрос от регионального министерства образования о количестве учеников, как намек на оптимизацию. Эти синие офисные столы значительно отличаются от старых школьных парт. Бывшие в употреблении офисную мебель подарили выпускники школы. Это, пожалуй, единственное обновление за последние годы. Учебные материалы педагоги печатают дома. Расходники и канцтовары все за свои. Родители помогают, чем могут. Но в селе, где кроме школы, детсада и клуба работы нет, каждая копейка на счету. Замазываем только так, где стенки, ну, щербинки появляются, а на полностью окраску нам не хватает. Чайник коллег из Портового в соседних селах разделяют. Сегодня педагогов со всего района оторвали от ремонта и позвали на семинар. На экране учебные материалы о будущем саратовском кванториуме для одаренных детей. Но мысли в головах совсем о другом. Хорошо в больших городах. Москва, Питер, там другие города, пусть саратов. А основная глубинка, все как все. Ничего нет. Только требования завышены. В районном управлении образования тоже потолки текут. Дотационный бюджет один на всех и покрывает только пятую часть от необходимого. Денег едва хватает, чтобы реагировать на многочисленные предписания контролирующих органов. Все контролирующие органы у нас вредка, когда возвращаются без предписания. Устранить полы в щелях и так далее. Устранить течь в кровле. В райцентре Воскресенской, это в другом краю области, школа выглядит совсем иначе. На то, что здание буквально рушится на глазах, пожаловались не педагоги, а родители. Школьный престой использовать невозможно из-за аварийности. Внутри спортзала страшно находиться. Я боюсь за свой ребенок, когда он будет здесь играть в волейбол. Местные власти во всем винят прошедшие обильные снегопады. И то, что кровля изначально была сделана с нарушениями. Родители уверены, причина аварийности – многолетние бездействия безответственных лиц. Но ребенок ходит сюда 4 года. Это не за один год случилось. Деньги на ремонт выделили из бюджета области, но провести тендер с первой попытки районные власти не смогли. В итоге в первую смену здесь будут уроки исключительно на нижнем этаже, а во вторую – ремонт. Тем не менее, и эта школа приемку к новому учебному году успешно прошла. Так же, как и 11-летка в прудовом. Несмотря на сельское безденжие, школьный звонок должен прозвенеть по расписанию. Михаил Чернов, Сергей Скворцов, Александр Танких, Владимир Хазов. НТВ. Саратовская область.